всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду в нашей округе говядина раза в два дороже чем свинина например кусок край низкого качества ну не то чтобы низкого качества но богатый весь состоящий практически из жил сухожилий стоит 8 евро за килограмм а хоть сколько-нибудь приличный отруб воды для зажаривания стоит вообще минимум 12 евро то и так почти до 30 доходит нет в принципе конечно я ничего против 8 евро их кусков не имею потому что вот эти жилки они состоят полностью с коллагена при длительной варке при длительном тушении в отличие других местных белков не теряют флагу на оборот набирают и мясо становится очень мягким очень нежным но чтобы оно получилось нежным тушить нужно конечно очень и очень долго я думал как же мне сократить это время хотя бы вдвое и ничего кроме как добавить в соус жидкость для тушения кислоту не не придумалось когда я учил испанский общаясь по skype с преподавателем из мурсии кстати мануэль привет если смотришь он на все мои жалобы по поводу зимней испанской погоды то есть ветров дождей сырости и сопутствующих ему простуд рекомендовал все это лечить апельсинами в испании есть традиционная медицина и официальная если официальная все вот буквально вообще все лечит абупрофеном то традиционная также все все подряд лечит апельсинами и я подумал что если по мнению испанцев апельсины помогают вообще-то всего то уж сократить время тушения мяса точно помогут короче поэтому вчера купил вот такой шмат мяса практически весь состоящий из сухожилий видите какая толстенная пленка и надо конечно срезать кроме того запас луком луком-пореем морковью чесноком протертыми томатами и конечно апельсинами и сейчас буду проверять свои теории поехали с поверхности куска фасции все же лучше срезать потому что они при обжарке станут мясо стягивать и теперь этот кусок нужно подрумянить со всех сторон нас уже можно греть я использую оливковое а чтобы мясо лучше зарумянилось я предварительно со всех сторон запанирую его в муке жарить я собираюсь не до готовности а корочка мне нужно как можно более ароматная она в соус потом все свои вкусы отдаст поэтому для ускорения образования продуктов реакции майера надо добавить панировки и в горячее масло шмат лишнюю муку конечно с куска нужно стряхнуть чтобы она не осыпалась в масло и меньше горела ну и масло перегревать тоже не стоит так ну и пока процесс обжарки идет самое время нарубить овощей лук мясо переворачиваем морковь порей чеснок и овощи отправляю к мясу пусть обжаривается тоже а вот само мясо пока уберу чтобы не подгорало ну а из апельсинов надо давить сока в нашей округе все свободные площади засажены миндалем виноградом мандаринами апельсинами у торговых сетей очень жесткие требования к размеру плодов и например если мандарин меньше определенного размера или больше определенного то его магазину фермера не выкупит ни за что давить буду на своем чудо агрегате в результате какое-то чудовищное количество мандаринов и апельсинов после сбора урожая остаются висеть на ветках и валяться под деревьями они вкусные классные но по размеру не подходят магазинам сердце крови вливается глядя на такую без хозяйственность так и что тут у меня с овощами смотрите отлично морковь мягкая лук подрумянился а значит горечь ушла и луковые сахара стали превращаться в карамель добавлю еще ароматов немного местного бренди и немного магии огня спирты выгорят аромат останется и какой-то будет аромат уже сейчас по всей кухне идет просто сказка так парочка ложек протертых томатов и перемешать нужно чтобы томаты не просто закипели начали именно прижариваться вкус будет совсем другой нежели у вареных вот самое время залить соком посолить и добавить перца и оставить тушиться на полтора часа перерыв продолжаем разговор мясо почти готово и осталось подумать о гарнире мне к такому сладко кислому апельсиновому мясу хочется подать что-нибудь более веселое чем какая-нибудь прозаическая картошка или рис поэтому я решил прогреть замороженные зеленые бобы на оливковом масле натереть на терке предварительно отваренную свеклу к прогретым бобам добавить консервированные белой фасоли нарубить мелко парочку зубчиков чеснока половину отправить к бобовым а вторую к свекле это я задумал однако сочетание в одной тарелке теплых гарниров и холодных к свекле отлично подойдет грецкий орех теперь с мясом первых его надо вынуть а вот с оставшимся соусом два варианта либо пробить его блендером либо отгрозить на дуршлаг и продавить все и вот во втором случае соус будет более гладкий шмат мяса у меня достаточно крупный и внутри этого куска конечно же вкус и ароматы соуса пока отсутствуют а хочется их туда добавить поэтому разрежу мясо на скажем так порционные куски не знаю насколько не под точно порционные но все же горячо смотрите какое чудо внутри а если обжаривать и тушить сразу относительно мелко нарезанные они уже давно расползались хлама так цельненькие очень сочные теперь отправлю это мясо обратно в кастрюлю и прогрею его соус еще минутки три-четыре кстати именно на этом этапе нужно соус попробовать и окончательно довести его до вкуса если вы промахнулись на предыдущих этапах там солью перцем ну до подачи осталось всего несколько минут у меня перерыв а для тех кто не только смотрят эти ролики но и готовят по ним основные до подготовки и вот он долгожданный момент проба этого чуда соус то смотрите какой а ну и в качестве завершающего штриха я думаю зеленый лук будет вполне в тему для наглядности так сказать вот такое апельсиновое мясо ну и какой мне шматок здесь например вот этот вот вот этот шматочек в соусе вот он в соусе а то такое мягкое какой бывает через два с половиной почти три часа тушения а тут прошло всего полтора часа плюс пять минут ну плюс шесть наверное силы сказка так с гарнир меня интересно угадал или нет сначала зеленые бобы и фасоль вы знаете там новый крахмалистый гарнир нам сытый плотный и вот с этим соусом который здесь подается рядышком прикуску апельсиновый он приобретает такие новые нотки знаете мне это нравится потому что ну сами по себе бобы достаточно нейтральные с этим соусом с апельсиновым это просто ну ярко и красиво так ну и свекольный салатик было бы наверное еще вкуснее если бы свеклу не варить а запекать но в принципе так неплохо вареная чуть-чуть теряет свою сладость кстати может было бы скомпенсировать добавить чернослив было вообще здорово супер короче я доволен таким способом и пожалуй что буду практиковать приготовление вот такого мяса богатого прожилками сухожилиями и прочей ерундой для ускорения да ну и просто вкусно черт возьми ладно это я уже заказом даем огромное спасибо вам что смотрите огромнейшее спасибо тем кто делает репост этого видео кто ставит лайки кто ставит дизлайки кто комментирует меня это радует это очень радует и отдельная благодарность спонсору самури спасибо за компанию всем пока спасибо 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 спасибо